Я всех приветствую, мои дорогие друзья, с вами я Анатолий Юнах, а это мастерская прожектор 8 кВт и сегодня у нас на тесте обзоре пластики. Это уже вторая часть видео, с первой вы можете ознакомиться по ссылке в описании или здесь или здесь сейчас вылезет напоминалочка, кликаем, смотрим, оцениваем. Сегодня на тесте у нас ABS стандарт, SBS стандарт, PLA Plus и Prototyper Soft серии S, M и T. Все очень просто, я хочу проверить, правда ли краситель влияет на физические свойства пластика. Поэтому бы мы взяли один пластик, но разной серии с разными красителями, прозрачный, под металлик и обычный непрозрачный. Первый пластик на нашем празднике филаментов ABS стандарт. ABS классика жанра, каких-то специфических особенностей у этого пластика нет, проблем при печати тоже замечено не было. Прилипание к столу при использовании обычного клея карандаша отличное. Рекомендуемые настройки для печати на экране. Макросъемка показывает, что качество печати просто шикарное. Прошу отметить, что пластик матового цвета и если смотреть на пластик в реальной жизни, фактура поверхности близка к печати слоя 0,05 мм, то есть 0,05 мм. Следующий у нас идет SBS стандарт. В отличие от ABS пластика, SBS стандарт не впитывает влагу при длительном хранении. SBS стандарт у этого производителя производится с частичным использованием вторсырья. Это отходы производства от Prototyper и SBS Pro. И производство идет на большей скорости. Все это позволяет удешевить производство. Производитель не гарантирует одинаковый оттенок от партии к партии. Также возможно появление цветных полос на распечатке. Поэтому если вам не важны цвет изделия, то рекомендую. Фактура распечатки бугристая. С чем связано не знаю, остальные пластики лекли равномерно. Раз у нас честный обзор, то я словил расслоение. Я так предполагаю, я выставил низкую температуру. Пришлось перепечатывать. Со второй распечаткой все нормально. Далее у нас идет PLA+. Крутой читерский пластик. Ну что тут еще добавить? Как я уже говорил ранее, пузька среди филаментов. Без запаха, не боится сквозняков, можно им быстро печатать. Единственный минус он биоразлагаем. Фактура матовая, такая же как у ABS. Есть несколько небольших раковин на стенках. Скорее всего это связано с моим 3D принтером. Далее у нас идет Prototyper Soft серии S. То есть непрозрачный. Prototyper Soft по сути является родственником SBS. Но мне он кажется таким более тягучим пластиком, нежели SBS. Довольно таки простой пластик для печати. А если добавить то, что этот пластик не впитывает влагу, то это делает его идеальным решением для дизайнерских задумок. Вам же не всегда нужны экзотические цвета, а длительный срок хранения спасает. Достал бобину через год после вскрытия и печатаешь без проблем. Слои ложатся относительно ровно. Но в плане железа ошибок он не прощает. Далее идет Prototyper Soft серии T. То есть прозрачный. Скажу все то же самое, что по поводу прошлого пластика. Ничего нового не добавлю. Единственное, что прозрачный. Некоторые производители этот же пластик называют SBS Glass. Наверное стоит отметить, что он не полностью прозрачный, как стекло. Но все равно на тонких слоях получается вполне годно. Опять же огромное количество цветов и просто безграничные возможности для творчества. Далее идет Prototyper Soft серии M. То есть цвета под металл. Характеристики печати точно такие же, как у двух предыдущих пластиков. И да, у цвета серебряный металлик действительно, как на экране, цвет немного зеленоватый. Не такой сильно, как на видео, но все-таки такой оттенок есть. Слои ложатся шикардосно ровно. Ну что, тестовые образцы напечатаны, пойдем их проверять. Ох и наточу я свой карандаш. Все результаты измерений вы видите на экране. Для новеньких поясняю. Берется смоделированный ролик диаметром 25 мм. Но в реальной жизни после печати его диаметр меньше 25 мм. Это и есть усадка. Да, можно сказать, что может быть погрешность слайсера. Да, погрешность слайсера есть. Но я печатал один и тот же G-код без изменений, не вынимая флешки. Хотя я услышал много нелестных отзывов о своем способе измерения усадки, а реальная жизнь показала, что я делаю все верно. В одном из видео, 3D-печать помогает малому бизнесу, я использовал именно свои расчеты усадки. А при использовании заводских параметров получилось то, что получилось в видео. Можете посмотреть по подсказке справа. Тест на теплостойкость. В чем суть теста? Мы печатаем площадку размером 100 на 10 на 1 мм и кладем ее мостиком. Сверху ставим вес, в нашем случае шайба М6. Ставим в печь и потихоньку нагреваем. Ну и наблюдаем при какой температуре пластик начнет терять прочность. И гнуться под минимальным весом. Не забываем прикрепить термометр как можно ближе к образцам. Справа на картинке результаты теста. Удивительно, что ABS стандарт, SBS стандарт и прототипер софт прозрачный сложились на температуре 60 и 7, а при этом PLA выдержал. Кстати, я не просто так закрыл результаты PLA+. Давайте поиграем в маленькое казино. Сейчас ставьте видосик на паузу и пишем в комментарии, как вы считаете на какой температуре сложится PLA-пластик. Чур не подглядывать, казино займет от силы 15 секунд. Да, PLA сдался почти на 91 градусе. Тест кипяток. Мы закидываем образцы на 10 минут в кипяток и варим их. И смотрим, как они будут деформироваться под действием температуры. Ладно, поностальгировали и хватит. Пора и тесты делать. На ABS появились вздутия и немного увеличилась высота. СБ сильно деформировался. Появились вздутия, сильно увеличилась высота. Сильно изменилась геометрия. Наш PLA Чаконорриса практически не имеет изменений. Непрозрачный Prototyper Soft также имеет сильные изменения в геометрии. Вздутие стенок и прочие ништяки. Prototyper Soft прозрачный также изменил свою геометрию, но при этом не стал матовым. То есть, под действием температуры краситель не разрушился и остался прозрачным. Prototyper Soft под металлик также изменил свою форму, но практически не поменял цвет. Суть теста проста. Нагреваем образцы с помощью строительного фена примерно до 420 градусов по Цельсию. Этой температуры достаточно, чтобы поджечь бумагу. Не забывайте о пожарной безопасности. К сожалению, абсолютно все образцы дымили. Дымили, но не загорались. Суть теста мороз. Мы опускаем температуру заготовок до минус 21 градуса. После чего пытаемся их сломать и сравниваем с теплыми образцами. Первый пойдет ABS. ABS стал на морозе очень хрупким. Ну, по крайней мере, ни в какое сравнение с теплым образцом. Далее идет PLA. Как мне показалось, теплому образцу нужно было чуть больше усилий, чтобы сломать. Все пластики типа Prototyper Soft и SBS показали себя очень хорошо. Конечно, теряли немного упругость, но не критично. Тест на удержание и на разрыв. Даже показывать нечего, только объясню в чем суть. Печатаем на принтере квадратную леску 1.2 на 1.2 мм. После чего пытаемся ее порвать. Результаты испытаний состоят из двух цифр. Через дробь. Первое число – это вес на удержание, второе – на разрыв. Прошу обратить внимание на невыдающиеся результаты пластика Prototyper Soft. Эти результаты окончательно утвердили мое мнение в том, что это не инженерный пластик, а больше дизайнерский. Тест на износ. Тест на износ. Нужно распечатанному ролику диаметром 25 мм проехать около 6 км по шкурке 36 зернистости. К сожалению, ничего веселого и интересного не приключилось. Так что вот вам обыкновенная таблица. Таблица показывает, сколько потеряло колесо от данной экзекуции. Это данные на диаметр. Я помню, что в прошлый раз мы давили образцы пикапом. Но в этот раз, к сожалению, у меня не получилось. В моей деревне, как уже несколько дней, идет дождь. Можно я не буду лезть под грязный пикап? Пожалуйста. Отдельно хочу отметить, что это не соревновательный тест, а лишь сравнительный, чтобы вы имели себе представление о физических свойствах пластика. Каждый из пластиков имеет свое назначение. Какой-то индустриальный, какой-то подешевле, какой-то для творчества. Имейте это в виду. Отдельное спасибо я хочу сказать компании Филаментарны за предоставленный пластик для независимого теста и обзора. Ссылку на них я оставлю в описании. А с вами был Анатолий Юнах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте заглядывать к нам в группу ВКонтакте. Удачи! В следующей серии мы будем делать специальный переходник под телескоп. Вот, в принципе, и все. Удачи! 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 Продолжение следует...